Друзья, на самом деле идея привести артистов Нурдоса на фестиваль платформа валялась на дороге. Это абсолютно прозрачная и абсолютно очевидная вещь. Ее нужно было сделать уже давно. Дело в том, что вы же понимаете, что авторская песня, то вот ради чего мы здесь сегодня все собрались... Это не мой микрофон? Нет, это мой микрофон. Не дают говорить. Да. То, ради чего мы все здесь сегодня собрались. Далеко протест простирают руки свои во все сферы художественного творчества, в том числе, конечно, музыкальный театр и кино. Достаточно вспомнить прекрасные работы Юлия Кима для музыкального театра. Может быть, в будущем году мы приведем обыкновенное чудо у нас. Тут есть актеры обыкновенного чуда, между прочим, в нашей же компании, да? Почему бы нет? Может быть... Да, и Петр Маркин еще. Я сказал. И мало ли что еще. Но, понимаете, вершинным произведением в музыкальном театре отечественном объективно является именно мюзикл Нордос. Это тот проект, в котором нам всем посчастливилось участвовать. Я хочу представить вам, друзья, и спасибо им огромное. Это звезды музыкального театра. Они согласились приехать на фестиваль, не раздумывая, потому что нам всем очень хочется, чтобы вы услышали это вот так, как оно звучало в самом начале, когда мюзикл создавался. Это артисты оригинал каста, артисты первого премьерного состава. Все мы принимали участие в премьере. Мюзикл Нордос. Юрий Мазинкин. Олег Кузнецов. Ужасный. Саня Григорьев наш, прекрасный, единственный и повторимый Андрей Богданов. Добрый вечер. Катя Татаринова. Это Виктория Соловьева. Мария Васильевна. Ирина Лин. Алексей Росошанский. Валька Жуков. Кораблев. Петр Маркин. Добрый вечер. И я, королева массовки, Ведич Боксеров. Художественный руководитель и продюсер. Это концертная версия. Ну что ж, Алексей, скажите... Я могу только добавить к словам Лиды, что это было не только неожиданно, но и очень приятно. Никто из нас никогда не думал, что мы впервые окажемся на сцене этого легендарного фестиваля сразу как исполнители. Нам это чертовски приятно. Дорогие друзья у рояля, Кристина Карапетян. Это золотые руки проекта. Она работала в оркестре тоже с первых дней существованием мюзикла. Ей поможет переворачивать нотки Настя Истегнеева. Поприветствуйте. Выпускница Московской консерватории. Мы других не берем переворачивать нотки. Мы очень надеемся, что большинство из вас знает сюжет романа Вениамина Каверина «Два капитана». Ну хотя бы в общих чертах. И конечно же в рамках часового выступления мы просто физически не успеем рассказать о всех коллизиях этого действительно эпического произведения. Поэтому мы исполним избранные сцены и арии спектакля. Ну а для тех, кто в силу каких-то необычайных причин все-таки не знает этого романа, мы будем вкратце рассказывать о тех сценах... Которые будем петь. Да, которые будем петь. Итак, мы начинаем. И для начала представьте себе многолюдную, шумную, полную солнца, Арсангельскую пристань. Крики, чай, рабочий люд грузит, тюки на бар. Среди рабочих глава артели Иван Григорьев и его маленький сын, шестилетний, не бой мальчик, Саня Григорьев. Море молчит, как рыба, Но ветер дует, и все изменится. Море то тише мыши, То выше крыши зовет молнию. В стиле молчит и ленится, Штормой рычек и пелится. Белых своих марашек, Саня, и в север плывет вину. Утро пропахло ветром, А ветер пахнет лесной мороженой. Город пропахло кожей, Сырою кожей и кабаком. Полдень пропахло кошкою, Полдень пропахло крошкою. Хлебом, зеленым луком, Копченым салом и молоком. Все, что недозакружено, Будем грузить до ужина. Чтобы забиться трюбы, И утром баржу отправить в море. По нашим морям не слышат горя, Лишь берег топчет, На камне мочит, мучит, ладочит, И знать не хочет Про наши беды на берегу. Ну да чего же народ кругом, Пошел жестокий и обозренный. Всей нашей жизни цена питать, Того гляди, налетишь на нож. Сегодня утром за почвеном, Пырнули ножиком постоянно. Убили малого просто так, Убили малого не за грош. Какой кошмар, и куда же только Глядит полиция. Но и но, давно пора засадить у львов, Всех паразитов и сушманут. И, Саня, иди поближе, Чего радулся? Садись под ушей. Бабы, вы что сороки? Гляди, немого перепугали. Вырос отцов помощник, Ты ешь картошку, а их не суши. Лучше на всякий случай Гуляй, уезжа, забудь о Габи. Там ходят лихие люди, Нажать маршу, разве слотать? А наш казеин шутить не любит, А наше тело мешки на локоть. Чтоб утром маршу отправить в море, А в нашем море не слышит кроя. Будь ли плодочек, и знать не хочет, Про наши беды на берегу. Море молчит, как рыба, Покуда ветер не переменится. Море ленивым зверем Лежит под солнцем и греет бок. Ветер сегодня ленится, Мачты к воде не кремятся. Ветер в ушах не поет, И дыр так светил, и нам не стоит. Бояться горя, бояться бури, Покуда море глаза зажмуя. Ленивым зверем, обнявший берег, Лежит под солнцем у наших ног. А в это время из Архангельска в Москву уходит поезд, на котором уезжает Марья Васильевна, жена капитана Татаринова, который пропал вместе с экспедицией во льдах Крайнего Севера. И Николай Антонович Татаринов, брат пропавшего капитана, который, по сути, погубил экспедицию из-за роковой любви к Марье Васильевне. А провожает их также безнадежно влюбленный в Марью Васильевну Иван Павлович Кораблев. Итак, прощание с Архангельском исполняют Ирина Линд, Юрий Мазихин и Петр Маркин. АПЛОДИСМЕНТЫ Московский скорей ждать не станет, Нельзя паскивать к нему, Пока ж пути насильщик манят, Ещё мгновенье и гранит Всё наше прошлое во тьму. Минутной стрелкой сердце ранит, Разлуки час, прощальный час. Московский скорей ждать не станет, А море манит, море тянет Прийти сюда в последний раз, Чтоб снова, как прежде, В бессмысленной надежде, Святую Марию высматривать вдали И проклиная почту ждать писем, Веря в то, что они, вирже, Задержались в снегах чужой земли. Померь, Димаша, что столица Поможет высохнуть слезам, Пора с небес уже спуститься, С Иваном Павловичем проститься И отправляться на вокзал. Чтоб в незаконченном романе Начать ещё одну главу, Экспресс не терпит опозданий. Прощайте, друг мой, до свидания, Переезжайте к нам в Москву. Приеду, приеду, Чтоб снова стать соседом, Чтоб снова стать тенью У ваших ног в Москве Быть другом и неволе, Не зная, что за роли Ответены судьбою Нам в следующей главе. Следующая сцена носит символический характер. Вы помните, что в судьбе маленького Сани Григорьева Происходят трагические события. Его отца арестовывают по ложному обвинению, И мальчик остаётся совершенно один В хаосе революции. Вот эта сцена, которую мы сейчас споём, Она называется «Магула». Она выглядела как Абсолютно тёмная сцена И такие мигающие фонари. И на переднем плане мальчик, Который остался совсем один. ПЕСНЯ 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 Ты будешь настойчив и смел, ты уже победил, ты уже говоришь, навсегда позвольте, как предложью не имел. Жаль вот только, что правдой свои, малыш, жизнь отцу ты спасти не успел. Где-то в далеком краю ты, может быть, отыщешь тепло и уют. Стой, не забудь злополучную сумку свою. Буря мною небо кроет, витри снежные крутя. Током зверяна заводит, то заплачет, как дитя. Всю страну, словно губку пробитывая, Разбирая основы всего. Эта бдула, словно пыльом троцитывая, Оставляет тебя против всех одного. Выживай на других, не рассчитывая, У тебя больше нет никого. Как мы помним, прошло несколько лет, и маленький Саня перебирается в Москву, где сразу же попадает в шайку московских беспризорников. На сцене нашего спектакля, на площадку, в начале номера выезжал трамвай в натуральную величину. Ну, как вы заметили, в нашем спектакле все, практически все было в натуральную величину и вообще по-взрослому. И, собственно говоря, из трамвая высыпала шайка молодежных беспризорников, которые облюбовали для своей преступной деятельности блошиный рынок Москвы. Сбылась мечта, я стану миллионером, Владею я несметным количеством нулей, Солитный вид, приличные манеры. Иду гулять по скверу, Искать случайных прибылей. Ай-яй, купи-продай! Кого бы осчастливить миллионом? Купить коробку спичек или пару папирос? А может, взять закон, найти колонну? Мадам, прошу бардону, возьмите взад наш куборос. Ай-яй, купи-продай! Да я миллионер, и ты миллионер, И он миллионер, мы все миллионеры. Погад, товарищ милиционер, Нас не погонит вдоль по скверу. Погад, товарищ милиционер, Нас не погонит вдоль по скверу. Зачем подушка, если нет кровати? И не, если нет рубашки, На коем нет кружева? А может, нам на публик денег хватит? Ну, это как богатит! То, может, хватит и на два. Ай-яй, купи-продай! Да здравствует страна миллионеров! Где временные пены переживаем мы, Дай бог нам до начала новой эры, Несло путь от малевы, И от такой другой чумы. Ой-ой, да боже ж мой! Да я миллионер, и ты миллионер, И он миллионер, мы все миллионеры. Погад, товарищ милиционер, Нас не погонит вдоль по скверу. Погад, товарищ милиционер, Нас не погонит вдоль по скверу. Нас не погонит вдоль по скверу. Танго любви В комнату, в которой находятся Мария Васильевна Кораблёв, Ирина Линд и Пётр Маркин. Иди, Катюша, погуляй, Эй-эй, оденься потеплей. Давай, 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 Скорей, скорее, скорее, скорее. Мой верный друг, не нужно слов, Они лишь сердце зря тревожат. Мы не опишем наших чувств, Передоверив их словам. Я знаю всё, что мне сказать Хотите вы, и вам ведь тоже. Наверняка известно то, Что я отвечу вам. Вы скажете, безумство девять лет, И шесть из них везде я мужу нет. И я уже почти вдова, Но в ожидании вести роковой Не вправе я считать себя вдовой, Пока моя любовь жива. Я только кое-что спрошу, Вы как, чайку или поесть? Ты предложил бы хоть мышу Ивану Павловичу присесть? За девять лет забыли все Об экспедиции пропавшей, Но я не верю, что погиб Святой Марин Капитан. Я буду ждать, И, может, смерть Уйдёт, не солоно клевавши. Я буду ждать, Я буду ждать, Я буду ждать На перегон рука. Я, душа твоя, В душу спочет Овентый снежный гон, Но верюсь я Последним угольком, И без снега, Едва, едва, едва Бессильно изменить В теченье лет И башни мой вопрос, И мой ответ. Пока моя любовь жива, Бессильно изменить В теченье лет И бессильно изменить Ваш вопрос, И мой ответ. Пока моя любовь жива, Бессильно изменить АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий эпизод скромно назывался Оратория номер два, хотя на самом деле это, пожалуй, литмотив всего спектакля. Это капитаны собственной судьбы. Гимн любви, верности и отваги. АПЛОДИСМЕНТЫ Не церковно приказская, Не какой-нибудь приют, А шестая городская, Где друзей не предают. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Восстанно АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Через ганат не предавать и не сдаваться никогда. Друг сердечный, друг мой дорогой, Зная ты, не я всегда с тобой. И пускай поменяемся мы, поменяется мир, Все с годом прорастая, но двенадцать месяцев в году Знай, что я тебя не подведу, Я тебя никогда не предам, И в обиду не дам, И кому никогда я тебя. Следующий номер — это Новый год. И сцена представляет собой предпраздничные, Такие предновогодние массовые гуляния. И в этой сцене встречаются четверо уже повзрослевших друзей. Саня, Катя, Ромашов и Валька Жуков. В этой сцене Валька Жуков встретит свою будущую жену, Киру, И наметится роковой любовный треугольник. Саня, Катя и Ромашов. 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 Катя и Ромашов. Саня, 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 Катя и Ромашов. Дальше события разворачиваются очень стремительно. Саня попадает в дом к Кате, где узнает, что ее отец известный капитан Татаринов, который погиб во льдах Антарктиды. И письмо которого он знает с детства наизусть. И он также рассказывает Марии Васильевне подробности письма, из которого выясняется, что именно Николай Антонович виновен в смерти капитана Татаринова. Следующая сцена. Мария Васильевна выбивает яд. Следующая сцена поминки. Не только что сказали, неужто это правда? Но как же так? Но как же так? Но как же так могло случиться? Как же так могло случиться? Кто нам это говорит? Тот, чей яд еще сочится, чей цинизм свой не прикрыт. Нам как раз не доставало, и не здесь клеветника. Чье расстроенное шало нанесло удар наверняка. Как так? Ты смел сегодня пить и в этот дом? Где войн, где смерть, где раны еще так свежали? И ты, как пруд, придурок ветер везем, ее улыбил. Одной клеветой без ножа, недоступна пониманию. Для чего ты ей нуждал? Что повинен я в деяниях, коих я не совершал? Лишь единственный свидетель. Есть честь, суд я признаю. Тот, кого уж нет на свете, Кто в вольтах закончил жизнь свою. Да нет, клянусь, оно нахер было в письме. А где письмо? Ведь нет ничего, кроме лжи. Убил, убил, а вместо убийцы в тюрьме. Но я клянусь, пожалуйста, гадебеды, ты мне веришь, скажи. Жизнь отца не сумел я спасти, Потому что мир был, как рыбок. А теперь я сказал все, что знал. Но уж лучше был бы, как прежде, нет. Только правда, лишь правдам чести. Нет уж сыт по горло спаси, Но тут, браты, страшны вина. И кому это нужно? Кому? Зачем? Там, где кончается земля, Там, безволни и седом, Средь обломка корабля, Скрыта правда подо льдом. Где-то подо льдом, Там, где кончается земля. Нет, правде голос нужен, Рвется она наружу. Где-то сквозь мрак и стужу Пьются свиньи пальмы. Ради отца и бати Должен я разыскать И клянусь штором С петицию пропажную. Пусть не скончаем шторм, Пусть не посильный труд, Я никогда ни за что Изменю машин. Пускай безмолвий льда, Пускай пожаришь дым, Я ни за что никогда Не стану в угол, Не мы. Жить, значит, жить вся рая, А не в очков-то с краю. Если тебя марают, Подлость нельзя спускать. Если тебя задело, Это уже полдела, И все, что остается, Лишь бороться и искать. И все, что остается, Лишь бороться и искать. Саня Григорьев, в полном соответствии Со знаменитым, так сказать, девизом Бороться, искать, найти, не сдаваться Упорно идет к своей цели И становится летчиком. Следующий эпизод, так сказать, Будет летчики Летчики полярной авиации. На сцене представьте себе Одни летчики, несмотря на то, Что здесь дамы. Они тоже летчики, в общем-то. Они тоже летчики. Летают иногда. Очень интересная деталь. Дело в том, что спектакль у нас Действительно, в этот момент Летчики были все ребята. А присутствие сейчас на сцене Ни разу спектакль этот номер не исполняли. Ей-богу. Поэтому сейчас небольшой экспромт. Да, вы помните, Наверняка многие из вас Либо видели, либо догадываются О том, что летчики на фоне самолета Билли Степ, такие изящные парни Билли Степ Степ изображать будете вы Вот так, руками Да, в нужных местах Мы вам кивнем А, понятно. А, понятно. Как хорошо Пять раз перевернуться И на опасном вираже Благополучно в землю не воткнуться Хотя, казалось бы, уже Пилоту в небе море по коленам Не удержать его ничем И надо летать пилоту в четыре смены Хотя, казалось бы, зачем Я через тополе быту подруги мимо Круглую винтом И льну хвостом И заволкуется вздревоженная нива Под ветерком Стрелет машина Под чекавшимся мотором Уйдет земля И спать не то И оборвется небесные просторы Крыло моё Крыло моё Пилот живет Под обновольной птице Всегда не там, где жил вчера Он не спешит С семьей обзавалиться Хотя, казалось бы, пора И при нехватке денежных ресурсов Не растеряется пилот Он не собьется с правильного курса Хотя, казалось бы, пора Я через тополе быту подруги мимо Крутой винтом И льну хвостом И заволкуется вздревоженная нива Но потом Но потом Но потом Залится кампи Отщупившись со страху И разлетится ворогием И всю планету поразить своим размахом Крыло моё Крыло моё Крыло моё А по крылу Моя земля А по землёй Руда А из руды Моя страна Даёт металл Чтоб самолёте Я летал Даёт металл Подруг мир Покупившись со страху Подруг поля Моя земля Моя красота Моё жилья Она земля Могучее крыло Моё Она земля Она земля Могучее крыло Моё Крыло моё Крыло моё И моё, и моё, и моё У нас, понимаете, мы очень лихо идем, поэтому мы успеваем спеть еще один замечательный номер. Спеваем спеть весь мюзикл. Весь мюзикл мы постараемся спеть завтра. Но сейчас эпизод, который называется «Коммуналка». Это Валькина квартира. Кто-нибудь помнит, что там происходит? Ну, собственно, «Коммуналка» — это такое многонациональное сообщество. Многие наверняка помнят. Так вот, в «Коммуналке» живут, среди прочих героев, Валька Жуков со своей женой Кирой и двумя маленькими детьми. Поскольку дети очень увлекаются биологией, у них есть какие-то питомцы, которые периодически убегают. И вот в это памятное утро убежала некая животная, которая навела переполох на всех жителей квартиры. И, собственно, первым, кто об этом нам сообщит, это дама-скандалистка. Пожалуйста, расскажите, как было дело. Давай. Что такое? Что случилось? Что случилось? Там в уборной, там такое приключилось. Захожу из унитаза, на меня глядят два глаза. Я чуть было говорить не разучилась. Захожу из унитаза, на меня глядят два глаза. Захожу из унитаза, на меня глядят два глаза. Захожу из унитаза, на меня глядят два глаза. Саня, Валька, Кира, Саня Ты смотри, я думал, летчики с усами Это кто? Неужто ваши? Просто копия папаши И как мама с колопатами бьют носами Это Саня, это Петя Просто звери, а не дети Развели в квартире, понимаешь ли, на салопарк? Что вы, что вы, прелестные дети Извините, товарищ пилот Но, похоже, у нас в туалете Кто-то очень опасный живет В ситуации полной трагизма Нужно срочно его укротить И со свойственным вам героизмом Не могли бы вы хоть воду спустить? Что за мерзость? Вы не бойтесь у хороших Что за мерзость? Я вам дам потрогать пальцем Этот вид недавно вывели китайцы Слушайте А на вид он симпатичный И на верное практичный А потому что тараканами нет китайцев Все, все, все Не поверите все заботы На товарища пилота Он устал с дороги Дай человеку немного отдохнуть У нее в комнате Ну, как жизнь? Доживем помаленьку Коптим атмосферу Мы в порядке Смотрите, скоро старший пойдет В первый класс Кораблев постарел Ромашов начал делать карьеру Ассистент Николая Антоновича Вот тебе раз Кстати, Катя и он же Ну да, ты уж, наверное, слышал Что? Ты давно ей звонил? Я вообще не звонил ей с тех пор Девять лет? Девять лет У тебя просто съехала крыша Ай-яй-яй, я пошел Разве можно так девушку Долго томить? Не извините, что лезу в чужой разговор Но будем за бесплатные дать маленький совет Звоните, не стесняйтесь Бори хоть куда Похоже, вы боитесь И вовсе даже нет А ведь выглядит, как будто таки да Вот аппарат И не тяните Ведь вы герои Вы родины, а вот И если вы не позвоните То поведете весь разрушный ход Не тяните Не тяните Не тяните Не тяните Ай-молодца! Пожалуй, самый светлый и романтичный эпизод спектакля Это встреча Кати и Сани После девятилетней разлуки Они гуляют по городу Хотят объясниться друг с другом Но так и не могут сказать друг другу Слов любви Субтитры создавал DimaTorzok 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 И если вы не чекал, как трудно найти простые слова. Я благодарю на самолете прошу Святой Марии. И кружится, как много лет назад, полагает. Глав всем, что пусть дает добро. И вновь не отом, как глав всем мозгу. Неужели это все, что ты хотел, есть глаза. Что я несу? Что ты несешь? Катя! Молчи! Почему в тот вечер ты отвернулся от меня? ПЕСНЯ 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 Я отыщу ее, что-то касать То письмо ледяной стеною Девять лет меж тобой и мною То письмо, я дурак бездушный Но ведь мама твоя не нужна Мне пора много дел на вечер До свидания Пока До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Стревоженное сердце в тишине Колотится в груди у друга Ах, как же нелегко Безидное тебе услышать друг друга И выпустить на волю измерсти Слова, что столь полет твоей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Их нужно только слух произвести Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, мы действительно приближаемся уже к финалу нашей программы Сейчас прозвучит знаменитая и великолепная Ария Ромашова В исполнении первого, так сказать, академического исполнителя этой Арии Речь идет о том, что в блокадном Ленинграде Ромашов находит Катю И рассказывает ей лживую историю о том, что якобы Саня Григорьев погиб На что Катя отвечает ему Нет, нет, Ромашов, я вам не верю Это вы, вы убили его И дальше, да, вот человек давно хочет уйти, но не может Давайте его проводим аплодисментами Спасибо Итак, Катя обвиняет Ромашова в том, что он убил Саню Григорьева Это не я Хотя казалось бы и не за что мне было Абсолютно его любить Это не я Его не стал я убивать Хотя и мог в лесу безлюдном Его добить Я не пойму, как выполз он, когда побили эшелон Как он добрался до этих осин Где я наткнулся на него, едва живого Друга детства своего Да, я не любил, да, я не любил друга своего Да, 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 да Что с тобой? Дятвы на крови и дружба навсегда Все это мура Чушь, 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 чушь Детская игра Все это мура Все это мура Детская игра Закон природы Я не знаю, что это мурацкая, но все же человеки Из непорочных человеческих детей Никто другой уже не вырастет по веки Кроме людей Мерзких людей Я сказал ему все это Он ответил, отрежись Я сказал, ну вот уж нет уж Ты испортил мне всю жизнь Знаешь, что это такое Это штука пистолет Я сейчас смахну рукою И моей проблемы больше нет А он Мол, хрёшь Мол, сладный, поклочить за мое Смотри, смотри, я спускаю крючок А он Стервец Колеха, лежачий, вольной Схватил костыль Да так его сильно швырнул, что обмел мне плечо Он же костыль мог меня убить Это же манья Вот, 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 вот До сих пор сидел Я этот костыль, я этот костыль Я его схватил И, 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 и И расколотил Я забрал его вещички Я забрал его вещички Всю еду и даже спички Всю еду и даже лепишки Я ушел Просто ушел Это не я Это не я его убил Он сам подог Сам подог Конечно, было бы неправильно Этим заканчивать концерт И, конечно же, в спектакле в противовес этому произведению Так сказать, носителю сил зла противостоит Ария Катии Это удивительное по красоте и глубине произведение Ария Катии Виктория Соловьева Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В час, когда сгустится мрак небытия И к тебе слетится Стоя воронья В час, когда страданий Не перенести Я, Анна, смогу тебя спасти В час, когда от боли Стынет стон в груди И на бранном поле Брошен ты один В час, когда страданий Не перенести Я, Анна, смогу тебя спасти Прислушайся, я рядом, я с тобой Сквозь грозный рокот волны ветра мой Услышишь ты Мои слова Я верю, я надеюсь, я люблю И смерти я тебя не уступлю Пока моя любовь живет Пока моя любовь живет во мне Ты голову свою Ты голову свою не сложишь Не сгинешь под водой И не сгоришь в огне Ты сможешь Пусть будет для тебя Любовь моя От вражьего меча защитой Кольчугой от стрелы Бронею от копья Пусть будет для тебя Любовь моя Кольчугой от стрелы Бронею от копья Да будет для тебя Любовь моя Да будет для тебя Любовь моя У нас хороших на фестивале Они больше любят, чем наши. Им больше хочется. Молодцы. Для многих людей Норд-Ост стал подразделом и разделил жизнь на то и после. Для всех тех, кто любит современный музыкальный театр, для профессионалов этого направления, актеров, музыкантов, Норд-Ост стал перелом качества, глубины, масштаба, большего смысла, если хотите. Эта история с нами навсегда. Итоги этой любви объединяют разных людей, многие поколения по всему свету. Мы хотим верить в то, что 9 безмолвных лет прошли. И надеемся, что с этой программы начнется возрождение этого замечательного спектакля. Дорогие друзья, мы благодарим вас за ваш теплый сердечный прием. И мы надеемся, что, возможно, мы еще встретимся. Это не последняя наша встреча. Давайте встретимся с вами в ваших городах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие друзья, разрешите вам представить еще раз прекрасный партистер Юрий Мазихин, Олег Кузнецов, Андрей Бонданов, Виктория Соловьева, Ирина Линц, Алексей Рассажин, Алексей Рассажанский, Фёдор Маргин, И Лидия Чебоксарова, Кристина Карапетян, И, конечно, авторы мюзикла, Диващенко и Василий, все аплодисменты им! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. Спасибо, ребята! Спасибо всем! Особенно тем, кто подпевал. Это вообще фантастически. Здесь ползалов на этот медикалный гость.